Я приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня у меня очень ответственное вступительное слово, потому что я приглашаю вас в театр, которым я руковожу, в театр Геликон Опера, на спектакль Турандот. Премьера оперы Пучини состоялась в нашем театре в прошлом сезоне. Это грандиозная была работа коллектива, она осуществлялась в рамках проекта «Евразийская опера». И я пригласил для работы над этим спектаклем интернациональную команду. Это канадская художница китайского происхождения Камелия Ку. Художник по свету, один из самых знаменитых художников по свету, который является постоянным постановщиком спектакля в театре Метрополитен Опера, у которого за спиной огромное количество мюзиклов на Бродвее. И, конечно, большим сюрпризом для всех москвичей и вообще всех зрителей нашего театра и, наверное, России, было то, что музыкальным руководителем этого спектакля стал выдающийся наш современник, маэстро Владимир Федосеев. И эта постановка, она вообще имеет исторический момент, потому что Федосеев никогда не ставил оперы в России, хотя весь мир его знает именно как оперного дирижера, потому что он и возглавлял оперные театры, и дирижировал на сценах таких, как Венская опера, Зальцбургский фестиваль, Цурихская опера, ну и огромное количество театров, и десятки опер именно были поставлены Владимиром Ивановичем. И Турандот он тоже когда-то дирижировал в Цурихе, но вот впервые такой парадокс на родине, в России, он делает свой первый спектакль как постановщик, оперный постановщик. И, кстати, после того, как мы сделали с ним этот спектакль, Владимир Иванович стал музыкальным руководителем нашего театра, и, конечно, мы очень гордимся этим и стараемся делать все, чтобы он получал удовольствие от работы, и весь театр его обожает. Конечно, все ему отвечают этим же. Этот спектакль обычно ставится, когда есть великолепные исполнители, потому что партии очень сложные вокальные, и я горд, что все составы, а их несколько, поют наши солисты, солисты Геликон-оперы. И сегодня вы услышите замечательную солистку в роли Турандот, это Елена Михайленко, которая сейчас, наверное, одна из лучших драматических сопран в России и прославляет нашу страну на лучших сценах Европы. Ксения Лисанская играет тоже Турандот, потому что в этом спектакле у нас есть две Турандот. Одна Турандот, которая привлекает вот этого Калафа, этого карьериста, который идет для того, чтобы ею завладеть, и он видит совершенно другую женщину, иллюзию. Это вообще спектакль об иллюзии. И встречает совершенно чудовищную Турандот в конце, и музыка Пучини останавливается. Это я попозже расскажу, почему она останавливается. В роли Тимура тоже звезда мировой оперы, наш солист Алексей Тихомиров. И сегодня, наверное, в первую пятерку басов входит. И, конечно, молодой тенор Виталий Серебряков, совершенно новое имя, который будет петь Калафа. Сложнейшую теноровую роль, которую обычно поют такие уже зрелые певцы. Но вот именно Калаф, вот этот молодой герой-любовник, который идет сражаться за то, чтобы овладеть этой странной принцессой Турандот, именно я думаю, что в исполнении Виталия вам очень понравится, потому что у него есть весь комплекс, который, наверное, может влюбить в себя такую женщину, как Турандот. И Юлия Щербакова, Лиу, замечательная наша солистка, которой будут, конечно, все сострадать, все, кто будут смотреть этот спектакль. Вообще опера Турандот, она очень загадочная. Это последняя опера Пучини и опера, которой непонятно, что происходит. В том смысле, что мы же знаем эту пьесу по великому спектаклю театра Вахтангова, где Юлия Борисова блистала в роли Турандот, такая колкая, смешная немножко, такая немножко с таким высоким голосом, который увлекал этого ланового Калафа. И вдруг у Пучини эта роль написана для невероятного драматического сопрано с таким истерическим пением. Она все время поет на очень высокой тесситуре, при том, что это должна петь драматическая сопрано. Даже такое ощущение, что все время крик какой-то. И вот когда я посмотрел на эту партитуру, осмотрел ее тоже, наверное, десятилетие, и она меня манила очень долго, то я подумал, что какое-то несовпадение. Почему? И поэтому было придумано такое решение, что вот есть такие две Турандот. Одна, которая содержится в этом подвале, ее отец держит и никому не показывает, а вторая та, которую видят все. И весь мир живет в иллюзии. Мне кажется, что это тема, которая сегодня может прозвучать, потому что иллюзия сегодня, к сожалению, является самым больным местом вообще в восприятии жизни людей. Оперу Турандот Пучини не дописал. Он умер как раз в тот самый момент, когда главная героиня, его Лиу, положительная героиня, умирает. И здесь Пучини оставляет свое письмо. И дальше Альфана, другой композитор, дописывает эту оперу по черновикам Пучини, по либретто, которое было написано. Ну, здесь спор, потому что Пучини, когда писал оперу, он очень сильно менял либретто. И так же было и с Тоской, и так же было и с Богемой, и так же было со всеми его операми. Поэтому неизвестно, как бы дальше Пучини повел себя. Но музыкальная драматургия оперы говорит о том, что счастливого конца у Пучини быть не может. И мы не знаем опер Пучини, которые бы заканчивались счастливым концом. Вот эта история вся, она не могла закончиться любовью. Слишком много крови вылилось. И тем более главная героиня, которая умирает во имя жизни своего возлюбленного Калафа. И после этого петь гимн любви просто как-то странно. И Пучини заканчивает эту арию, и его письмо прекращается. И такая традиция была уже исполнения этой оперы без финального дуэта. Мало того, даже первое исполнение этой оперы, когда Тосканини дирижировал этим спектаклем, то в этот момент, перед началом этого исполнения, Тосканини вышел и раздались аплодисменты. И в конце, когда закончилась ария Лиу, он повернулся в зрительный зал и сказал, в этом месте умер великий Пучини. В мире исполняется эта опера в таком варианте иногда. В России это впервые. И мы вам предлагаем эту версию. Эту постановку делал ваш покорный слуга. И мне хочется особо сказать про работу операторов, работу режиссеров и всех, кто снимал этот спектакль. Я думаю, что вы все оцените, что это выдающаяся телевизионная работа. И мне хочется сказать спасибо большое нашему любимому каналу «Культура». Не формально, а это действительно то, что они сделали. Я считаю, что это действительно произведение искусства, телевизионного искусства. И я надеюсь, что вы оцените вот эту совершенно студийную работу, как будто бы это снят фильм. На самом деле это снят живой спектакль. Я вас приглашаю в наш театр, в Геликон-оперу. И надеюсь, что у вас будет эффект присутствия на этом спектакле.